Дорогие друзья, гости Одессы! Я хочу приветствовать вас сегодня теми праздниками, которые Бог оставил для нас. Вы знаете, интересные события будут буквально через неделю проходить во всем мире. И Ханука, и Рождество совпадают. Начало Хануки и начало Рождества для многих протестантов удивительным. А также Новый год и конец Хануки тоже удивительный. Я хочу сказать, что эти праздники не случайны. Мы их празднуем по привычке, традиции. Традиции давние и глубокие. У одних Рождество отождествляется с рождением Мессии Христа. Для других Ханука – это знак победы и свободы. И то и другое совпадают по одной причине. Мы получили свободу. Мы были рабами, а теперь мы свободны. Рабами идолов, рабами гигноцида, рабами тех вещей, которые называются просто деспотизм этого мира. Мы получили свободу. Свободу, где мы можем исповедовать нашу веру, где мы можем говорить о том, что Бог сделал для нас. На Хануку мы говорим о той победе, которую произвели Маковеи, дав народу Израиля еще один шанс праздновать праздник с удивительной радостью, со свечами, со светом. Это праздник обновления, который записан в Новом Завете. И я не ошибаюсь. Если возьмете Танах, вы не увидите нигде практически, где об этом празднике говорится, где праздновали его потом, как постановление. Но в послании Евангелия, которые были написаны уже после Ишуа, было отображение того, что мы говорим празднование праздника обновления и была зима. Это очень интересно. Может, уже позже, когда Константин ввел некое новшество в праздновании Рождества Христова, эти праздники, может быть, и совпадали тогда, означает, что Христос родился в Нессии, и пришел в этот мир. Но независимо от времени, когда Он родился, Он пришел в этот мир, чтобы спасти нас. И я хочу вам предложить то же самое. Прийти к Богу, ко свету жизни. Прийти к Ишуа, который является светом для нас, который осветил наш путь, который осветил нашу жизнь, отдал себя за нас. На Крымгородский крест, он лег для того, чтобы дать нам свободу. Это праздники не просто Рождества или Хануки. Это праздник нашей милости к нам. Милость к нам, нашей милости. И я хочу пригласить вас всех на празднование этих праздников. 24 числа вечером мы празднуем Рождество. Протестантский мир так празднует. Но в этот день, рано утром, мы будем также собираться на собрание. Для того, чтобы все вместе радостно прославить Бога. И вспомнить, как это было. Как было Рождество, которое было записано в Евангелиях. Где Ишуа родился в этот мир, чтобы дать нам свободу. А первого числа, в канун Нового года, когда страны СНГ, бывшие СНГ, сильно, очень красиво празднуют Новый год. Мы хотим войти в этот год тоже с праздником. С праздником Хануки. Зажать последнюю свечу, зайти в этот праздник Нового года, по календарю человеческому, можно сказать так, с радостью. Что нам Бог даровал свободу. И мы можем стоять в этой свободе очень открыто. Говоря, к кому мы верим. Поэтому приглашаю вас 24 числа в 11 часов к нам на служение, на праздничное служение еврейской Хануки, еврейского Рождества. По адресу Решалевская 9А в 11 часов. И если вы сможете прийти к нам 1 числа, или же фактически 31 числа, тогда вы можете прийти к нам тоже по этому адресу Решалевская 9А на 11 часов, где мы будем праздновать Хануку, Рождественскую Хануку, которая продолжается и сейчас.